Привет, друзья, это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь, сегодня 19 декабря. Уже через несколько лет Россия может напасть на НАТО, заявил главнокомандующий силами Бельгии Мишель Гоффман. Он сказал, что следующей жертвой России могут стать страны Балтии. По его словам, нужно ожидать этого от России, которая уже показала, что в принципе готова нападать на соседей. И из слов Гоффмана следует, что Россия, конечно, не остановится на Украине. Он подчеркивает, что Россия перевела свою экономику на военные рельсы. И даже если она сейчас ослаблена войной в Украине, в будущем она непременно восстановит свои вооруженные силы. Поэтому, говорит он, мы, европейцы, должны готовиться к большой оборонительной войне. Нечто похожее в конце октября говорил и министр обороны Германии Борис Писторис. Он тогда заявил, что мы, то есть немецкие власти, должны быть готовы к обороне. И готовить для этого как бундесвер, то есть военное ведомство и армию, так и все общество должны готовить, очевидно, к мысли о том, что придется вести большую конвенциональную оборонительную войну против России. И готовиться, естественно, в материально-техническом и экономическом плане. Ну и здесь, конечно, вспоминается вот тот недавний доклад одного из западных исследовательских институтов, в котором было сказано, что на самом деле Россия максимум примерно через 10 лет сможет перевооружить свою армию таким образом, что она будет готова напасть на НАТО. Вот почему НАТО должно готовиться, по мнению автора в докладах, к войне с Россией через 9 лет, а лучше быть готовым к этому противостоянию через 6 лет. Итак, мы видим, что на Западе наконец-то начинают пробуждаться в мысли о том, что война против Украины – это только начало, и это отнюдь не локальный конфликт, а это именно что старт к Большой Третьей мировой войне. То, что в Европе все чаще звучат вот такие вот заявления на самых разных уровнях, от высокопоставленных военных начальников до известных и авторитетных организаций, естественно, свидетельствуют о пробуждении Европы, о том, что в Европе начинают понимать, какую цель на самом деле преследует Путин. Его цель отнюдь не просто возвращение Украины и других постсоветских республик в имперское стойло России. Это не просто борьба за Авдеевку, Бахмут и Киев. Это, по сути, борьба за перекраивание всего международного порядка. Иногда в Европе не хватает понимания того, что это на самом деле за война такая. Война, которую даже не просто Путин ведет против Европы и против Запада. Это война авторитарных режимов всего мира против западной цивилизации. Вот почему на этом фоне так убого выглядит то, что происходит сейчас в Конгрессе, где кучка республиканцев, по сути, заблокировала не просто помощь для Украины. Кучка республиканцев заблокировала возможность и Соединенных Штатов, и всего Запада эффективно защищать свою безопасность. Если уж им, по большому счету, как можно понять из действий этих республиканцев, наплевать на безопасность украинцев. То есть они могут быть в том числе и экономическими эгоистами. Но этот эгоизм должен быть последователь. А последовательности и логики в действии вот таких вот, как вот эта кучка республиканцев-трампистов или каких-то правопопулистов из той или иной европейской страны нету. Нету потому, что если уж вы заботитесь о своей безопасности, а вроде как официально это декларируется всеми этими правопопулистами, то почему же тогда вы не хотите помочь Украине, которая как раз и является тем главным сдерживающим барьером на пути российской армии, которая, если бы не Украина, сейчас бы угрожала уже странам НАТО. С математической точки зрения, даже сейчас страны НАТО невообразимо более мощны по сравнению с Россией. Одних только Соединенных Штатов хватит для того, чтобы сломать хребет российской военной машины и экономики в считанные даже не недели, а дни. Достаточно просто перекрытия даже пути поставок российского газа и нефти. А если надо и уничтожить эти и пути, и те же газа и нефтедобывающие структуры, это бомбардировка, которая производится в течение нескольких дней. Не обязательно даже будет уничтожить все склады с боеприпасами, все военные заводы, все военные порты, все аэродромы, все самолеты. А это, безусловно, тоже будет сделано. Для этого у одних только Соединенных Штатов более чем достаточно ресурсов. Я просто напомню, что в настоящее время США выпустили на своих заводах уже тысячу самолетов F-35 невидимых пятого поколения разных вариаций, от палубных до обычных стандартных F-35A. И как недавно говорил высокопоставленный американский военный, выступая в Конгрессе, F-35 показал себя просто невероятно эффективно. Ну, во всяком случае, если речь шла, например, об Израиле, но понятное дело, что это резюме можно распространить на эти самолеты в целом. Самолеты, которые не видны на российских радарах, причем ни на каких. Самолеты, которые являются, по сути, летающими мини-штабами. Самолеты, которые способны работать в сетицентричной инфраструктуре. Самолеты, которые способны увидеть запуск баллистической ракеты с расстояния от 800 до 1200 километров. И это только маленькая деталь превосходства Запада. Вот этот F-35. Не только по качеству, но и по количеству он превосходит все, что имеет Россия. Тысяча самолетов-невидимых действительно передового класса против буквально нескольких единиц псевдо-пятого поколения, Су-57 у России. Да и то, они до сих пор еще, по сути, не введены в боевой строй. Официально, да. Но мы их не видим на поле боя. Все остальное, это у России самолеты четвертого поколения. Ну, конечно, мы не будем останавливаться на сравнении характеристик, скажем, по самолетам пятого поколения и по авиации вообще, по крайней мере, истребительской. Мы можем вспомнить, что американцы имеют, например, бомбардировщики, опять же, с технологией невидимости, B-2 Spirit, их у них порядка 20, и все они в строю, все они, как F-35, активно уже, неоднократно, применялись в различных военных операциях, и ни разу они не были даже зафиксированы системой ПВО за это время. Есть у американцев и самолет-перехватчик пятого поколения, F-22. Уровень его невидимости еще более высокий, чем у F-35. Самолет F-22, как и F-35, работает по принципу «первым увидел, первым убил». Вражеский пилот даже не будет знать, что он находится в прицеле и что он под атакой до тех пор, пока ему в лучшем случае не придется катапультироваться, а в худшем случае, если его голова не отлетит вместе с крылом в последний момент. Но двинемся дальше. Посмотрим, что с военно-морским флотом. Мы видим, что Украина, которая не имеет своего боевого флота вообще, с помощью одних только дронов, ну и немножко с помощью разного рода ракет, изгнала российский черноморский флот. Поэтому мы, конечно, верим тем американским генералам, которые говорят, что при необходимости американцы могут в считанные часы уничтожить вообще весь черноморский флот России. Но почему только черноморский? Ведь и балтийский флот России тоже может быть уничтожен буквально в течение нескольких часов. И это, ко всему прочему, помимо, например, того простого факта, что тот же Санкт-Петербургский порт России буквально зажат между членами НАТО, между Финляндией и Эстонией, которые легко могут перекрыть вот тот же, скажем, Балтийский пролив. Ну и, разумеется, давайте вспомним, что у одних только американцев есть флот из авианосцев. 11 авианосцев, 11 авианосных групп, в каждой группе примерно по 10 ударных кораблей, как подводных, так и надводных. Все это лишь навскидку. И тем не менее, мы видим, что военачальники НАТО и известные эксперты беспокоятся о том, что Россия может попытаться напасть на страны, по крайней мере, Европы, европейских членов НАТО. Так почему же возникает такое беспокойство, несмотря на то, что и по экономике, и, собственно, по военно-техническому оснащению НАТО превосходит Россию примерно в 30-40-50 раз? Здесь нужно понимать следующий момент. Хотя математически Североатлантический альянс действительно невообразимо более силен по сравнению с Россией, тем не менее, нельзя спрасывать того простого факта, что у России есть воля воевать. А вот у лидеров НАТО пока что еще нет достаточного понимания, хотят ли они воевать, в какой степени они хотят воевать, и, собственно, чем они готовы пожертвовать вот в этой войне. Когда у одной стороны, на самом деле, так называемый порог потерь крайне низок, ну, то есть, любая даже незначительная потеря, это трагедия, а у другой стороны порог потерь очень высокий, то есть, другая сторона очень терпима к своим потерям, то вот при таком дисбалансе вполне возможно, что та сторона может добиться определенных успехов, даже если она значительно менее технологически развита. Здесь нужно вспомнить и о том, что со стороны Москвы, на самом деле, как и со стороны любого авторитарного режима, зачастую возможны алогичные действия. Логику автократов понять невозможно. Это касается любого автократа. Это касается и Владимира Путина, и Николаса Мадуро, и Сей Цзиньпини, и тех же иранских Айатул. Все они, конечно, понимают, что они действительно могут потерпеть катастрофическое поражение в случае полномасштабной войны. Но, с другой стороны, а кто сказал, что они будут заниматься именно полномасштабной войной? Страны Балтии очень часто фигурируют в тех или иных катастрофических планах, сценариях НАТО, как первые жертвы России, именно потому, что предполагается, что в этом случае России не потребовалось бы полномасштабное нападение. Предполагается, что Россия, возможно, ограничится захватом каких-то очень незначительных территорий, возможно, попробует захватить тот же Сувалгский перешейк не для того, чтобы даже оккупировать как можно больше территорий из страны НАТО, а для того, чтобы продемонстрировать небоеспособность НАТО. Политическую и их дипломатическую парализованную волю. Продемонстрировать, что страны НАТО не способны договариваться, и что они в конечном итоге не способны давать решительного отпора. Короче говоря, унизить НАТО. И продемонстрировать, что самый мощный военный союз в мире на самом деле не способен решить свои экзистенциальные проблемы и не способен подготовить быстрый экзистенциальный ответ точно так же, как вот, например, сейчас. И это тревожный знак. Как, например, сейчас. В Конгрессе Соединенных Штатов не могут договориться о как можно более скором выделении военной помощи для Украины. Ведь, казалось бы, в данном случае решение по военной помощи для Украины имеет такое же значение, какое имело бы значение и необходимость для стран НАТО срочно задействовать пятую статью в случае нападения на страны Балтии. И вот теперь представим, Россия нападает на страны Балтии, например, на Литву, отхватывает у нее несколько сел, захватывает Свалтский перешей, и на этом вроде бы пока все. Ну, в качестве, скажем, повода Россия может рассматривать, скажем, перекрытие для нее сообщения со своей основной территорией Калининградской области. Вот что будет делать НАТО? Кто вам сказал, что НАТО не начнет тормозить на политическом уровне важные решения? Например, кто вам сказал, что в Конгрессе США не возникнет вот точно такая же дискуссия, как сейчас, когда кучка трампистов будет шантажировать администрацию президента. Как раз таки странами Балтии уже, а не странами, которые являются постсоветскими республиками, вот как Украина сейчас. Ведь что говорят сейчас трамписты-республиканцы? Вы должны срочно выполнить наши требования, в данном случае по защите южной границы, но это на самом деле не имеет значения. Там можно подставить все, что угодно. И тогда, может быть, мы выделим помощь Украине. В следующий раз они могут точно таким же образом воспользоваться ситуацией, когда странам Балтии нужна будет срочная поддержка, поддержка на всех уровнях, на экономическом, на военном, на политическом, и, например, потребовать от своих оппонентов, чтобы они срочно, опять же, решили какой-то внутриполитический вопрос каким-то кардинальным способом, на который в иной, менее критичной ситуации вот эти самые трамписты, опять же, условные трамписты, не могли бы и рассчитывать, и не могли бы и мечтать. Иными словами, внешняя политика, НАТО, пятая статья, все это может быть привнесено в жертву каким-то внутренним политическим разборкам в тех же Соединенных Штатах. Но мы не должны зацикливаться только на США. США – это самый мощный союзник в НАТО, но, понятное дело, что на них свет клином тоже не сошелся. В Европе тоже хватает своих трампистов-республиканцев в кавычках. Это может быть и Нидерланды, это, например, может быть и Франция, это может быть и Италия, в зависимости от того, какие там силы будут властвовать. Во всех этих странах довольно сильны правопопулисты. Что, если однажды выяснится, что эти правопопулисты не антипутинской ориентации, а пропутинской? Это вполне реально, если мы говорим о Франции, «Привет, госпожа Липен». Это вполне реально, если мы говорим о тех же Нидерландах. «Привет, господину Вилдерсу». То же самое с Испанией, с Итарией. И это только крупные страны Европы, только богатые, только самые развитые. Я уже не говорю про такие страны, как Венгрия. Там, на том же премьер-министре Викторе Орбане, клейма негде ставить. Куда ни ткни, там везде выскакивает агент ФСБ. Там везде выскакивает любовь к Путину. Там везде выскакивают грязный русский день. Дешевый русский газ. Любовь к матрешке. Европа, с одной стороны, демонстрирует силу. Но, другой стороны, периодически в ней возникают такие ситуации, которые показывают, что она отнюдь не едина по-прежнему. Вот на что рассчитывает Путин. На то, что в критический час страны НАТО будут расколоты. И, хотя математически они действительно невообразимо более мощны по сравнению с Россией, но именно паралич политической воли, их раздробленность, их вечные внутренние баталии из-за сиюминутных проблем, связанных зачастую просто с политическим эгоизмом, могут стать на пути вот тому срочному решению о проявлении единой воли, о задействовании вот той самой коллективной обороны. И так Путин рассчитывает, очевидно, на то, что при необходимости он может откусывать кусочки НАТО по частям. Не идти войной сразу на весь блок, не бить везде сразу, а сконцентрировать какой-то конкретный удар на одном из пятачков. Возможно, поэтому сейчас, например, Германия направляет целую бригаду в Литву на постоянной основе. И это первый такой случай за долгие десятилетия, когда немецкие войска будут стоять на границе с Россией. Еще очень многое предстоит сделать. Предстоит сделать, конечно, в военном плане. Это перевооружение, это укрепление НАТО, это, разумеется, подъем военно-промышленного комплекса и в Соединенных Штатах, и в Европе. Это уже сейчас происходит. Разумеется, военная промышленность Европы только начинает разгоняться. И нет сомнений в том, что через несколько лет, а тем более к концу этого десятилетия, мы увидим совершенно другой военно-промышленный комплекс Европы и совершенно другое НАТО. Однако, это при условии, если все новые поколения избираемых политиков, парламентариев, и премьеров, соответственно, и президентов в тех или иных странах Европы, что вот все они будут сохранять трезвое отношение к России. Это очень важно, потому что, если новые поколения депутатов, премьеров, президентов в европейских странах и в Соединенных Штатах это будут ультраправые, которые хотят дружить с Путиным, то можно считать, что Европа уже проиграла. НАТО уже потерпела поражение без единого выстрела. Ну и самое главное, давайте я напомню, что в России собственно, все общество готово мобилизоваться. Это общество, по большому счету, собрание маргиналов. Большая часть российского народа это обычные люмпины, которым просто нечего терять. Именно поэтому они легко идут и записываются так называемыми добровольцами или в кадровую армию за несколько тысяч долларов в месяц. Ведь эти деньги для них это нечто невообразимое, богатство, на которое они никогда не могли бы рассчитывать. Эти люди, которые в своих деревнях не видят порой и сто долларов в месяц. Они все сказочно обогатились. Никогда русский не жил так хорошо, как при войне против Украины. Это уже не говоря про нечувствительность российского общества, и уж тем более российских властей, российского командования к бесконечным потерям. нечувствительность к растрате мяса, нечувствительность к тем практикам, которые известны как мясные штурмы. А что в Европе и что в Соединенных Штатах? Насколько там готовы к вот такому методу ведения войны? А что в целом с западным обывателем? Дорожит ли он своим домом? И что ему дороже? Сегодняшняя колбаса в холодильнике или, возможно, риск того, что его страна перестанет существовать завтра? Чем страны НАТО, как я уже и говорил, я с этого начал, чем они готовы реально в экономическом плане пожертвовать ради того, чтобы существенно снизить риск большой войны? Это сложный для западного потребителя, мещанина, обывателя вопрос. Ему нужно пожертвовать здесь и сейчас, сегодня, конкретными своими материальными благами ради того, чтобы, может быть, завтра не было войны. Но обыватели рассуждают несколько иначе. Он спрашивает, а почему я сегодня должен из своего холодильника достать что-то, что я мог бы сожрать? Потому что вы говорите, что завтра будет война, но я ее не вижу. Вы не сможете мне доказать, что эта война действительно случится. И вот это та причина, по которой демократии постоянно реагируют. Когда что-то явно происходит, тогда демократии принимают меры. По принципу реакции, но не по принципу превенции. Тогда как в автократиях не нужно спрашивать у обывателя, что он хочет, а что он не хочет. там у автократа есть все возможности для того, чтобы проявлять любого рода инициативу, сколько бы кровавой и экономически безумной она не была. И это еще одна проблема. Проблема связана с тем, что западному обывателю, в отличие от российского, есть что терять. Ой, много что терять есть западному обывателю. Его уютные дома, его зажиточную и спокойную жизнь. его размеренный образ жизни. Да, все это так. Но именно поэтому Писториус, министр обороны Германии, сказал, что мы должны готовить общество, готовить в частности немцев, но это касается, конечно, отнюдь не только общества, то есть населения Германии, это касается вообще населения любой другой европейской страны и тех же Соединенных Штатов. Вот поэтому эти общества необходимо готовить, готовить в ментально-психологическом плане. Они должны понимать, что война в принципе возможна. У каждого среднестатистического европейца и американца должно созреть в головах, что война с Россией возможна, что это будет большая и, возможно, кровавая война. И для того, чтобы повысить шансы победить в этой войне с как можно большим для Запада счетом, чтобы потерять в будущем как можно меньше, чтобы как можно меньше людей погибло. Вот именно для этого сейчас нужно делать на самом деле сравнительно небольшие вклады в оборону. Но, тем не менее, эти вклады, разумеется, должны быть увеличены. Это означает, что придется пожертвовать чем-то из мирной сферы. Придется немножечко отщипнуть где-то от социалки, от медицины, возможно, от образования. Можно, конечно, протестовать против этого. Но можно рассудить следующим образом. Сегодня мы теряем чуть-чуть для того, чтобы завтра не потерять все. Действительно ли, скажем, европейцам так уж нужны все эти социальные программы? Действительно ли работает система достаточно неплохих пособий по безработице? Действительно ли всех устраивает тот факт, что и Европа, и Соединенные Штаты до сих пор критически зависят на самом деле от дешевой рабочей силы в Китае? Потому что, разумеется, дешевая сила это приемлемый ценовой уровень. Действительно ли нам нужны все эти современные продукты потребления и услуги, технические новинки, бесконечная погоня за все новыми автомобилями и за все новыми товарами бытовой техники? действительно ли нам нужны все новые и новые айфоны? Айфоны, которые производятся в странах третьего так называемого мира, в той же Индии, куда сейчас, как вы знаете, Apple перенесла свое производство? Ведь это все, опять же, зависимость от тех стран, стран, где нет демократии, где люди, в частности, рабочие на этих фабриках, где производятся условные айфоны, это рабы, за рабскую зарплату работающие, лишенные по сути своего голоса, не определяющие свою судьбу, являющиеся пешками в руках своих бесчеловечных режимов. Действительно ли мы не готовы отказаться от этого, попадая в зависимости к вот таким вот злобным автократиям, как китайская, которая стоит за российской автократией? И все это ради того, чтобы просто иметь возможность каждый год покупать все новые и новый айфон. Да пропади он пропадом этот айфон. Ведь можно лишиться не просто айфона, в результате войны с Россией можно лишиться вообще всего чести, достоинства, самоуважения и, конечно, материальных благ. Но самоуважение это то, что является самым главным в жизни любого человека. Это то, за что действительно стоит бороться. И, конечно, это то, что надо обеспечить последующим поколением европейцев и американцев. ведь нужно думать, что мы оставим своим детям. Мы оставим разжиревших, условно говоря, бюргеров, культуру разжиревших бюргеров, которые не способны, как известно, зашнуровать себе ботинки. В результате чего, как у Гегеля, раб и господин меняются местами, когда внезапно выясняется, что завязывающий господину шнурки раб как раз и является хозяином положения. Хотим ли мы оставить своим детям небезопасный, некомфортный мир, где правят вот такие вот людоеды, как Си Цзиньпинь и Владимир Путин, либо их реинкарнации. Хотим ли мы, чтобы наши дети, внуки, правнуки и так далее, чтобы все они жили в мире, в котором страх, ужас, недоверие, беззаконие правили бал. Хотят ли они, чтобы будущее Европы и будущее Соединенных Штатов стали чем-то вроде атмосферы из фильма «Слово пацана», который недаром так популярно в России, потому что Россия это и есть вот те самые бандитские задворки, в которые она хочет превратить весь мир. Или мы хотим построить мир, в котором закон будет главенствовать, в котором люди будут доверять друг другу, в котором налоги будут уплачиваться и которые эти самые налоги будут идти действительно на благо людей, в котором будет независимый суд, независимые средства массовой информации, возможность отдавать свой голос на выборах за того кандидата, за которого есть желание отдать этот голос. И уверенность при этом будет сохраняться, что этот голос будет подсчитан. Так что у Запада, у Европы, у Соединенных Штатов сейчас на самом деле очень серьезная стратегическая вилка. Это вопрос эпохальной значимости. это все, конечно, предполагается в контексте высказываний и главнокомандующего силами Бельгии, и министра обороны Германии, и многочисленных военных и гражданских чиновников в Соединенных Штатах, и экспертного сообщества, которые все в один голос говорят, что сейчас решается судьба мира. Если Америка и Европа вовремя не начнут готовиться к большой войне, то эта война придет к ним. И напротив, если последовать совету, в том числе и того же господина Гофмана, то есть готовиться к большой оборонительной войне против России, то в этом случае такая война может не наступить. Но для этого нужно действовать уже сейчас. Для этого уже сейчас нужно готовить избирателей готовить к тому, что идут десятилетия и десятилетия экономических жертв ради национальной безопасности и отдельных стран НАТО и Североатлантического Альянса в целом. Это битва за сохранение нашего международного порядка, нашей культуры, нашего образа мышления. Это битва за человечность и за человечество. Человечество и человечность могут кануть в лету, а могут наоборот стать нормой на все последующие тысячелетия. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с Ньюсейдой. Можете поддержать, если вам нравится то, что мы делаем, наш проект, через те ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, а также новый банковский счет, реквизит которого я привожу там же. Поддержать нас можно и через суперспасибо от YouTube, через кнопку в виде сердечка. И эта кнопка под каждым видео. Спасибо большое всем, кто поддерживает нас, потому что благодаря вашей помощи мы делаем эти материалы и повышаем их качество. До скорого! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!